Гриша, тебе письмо из России. О, как сила, брат. Да, брат. Я хочу пожелать вам успеха, удачи, храбрости. Никогда не сдавайтесь, не унывайте. Мы верим в вас. Чистый и неподдельный патриотизм. То, чего не отнять у школьников, пишущие письма военным, которые сейчас находятся на передовой. Слова поддержки, рисунки, а некоторые пишут целые сочинения. Настоящие искренние слова трогают до глубины души даже самого стойкого мужчину. Очень приятно, конечно, когда в самую трудную минуту мы, находясь здесь, на самой горячей точке, всегда слышно приятно, когда нас поддерживают наши россияне, граждане. Молодцы. Спасибо всем. Доставляют письма почтальоны Фельдъегерска, почтовой связи Вооруженных сил России. Посылки, подарки от близких, письма от семьи, корреспонденция. Военные связисты сортируют проходящие посылки на узлы связи ФПС. А после доставляют весточки из дома лично в руки военнослужащим, которые выполняют боевые задачи как в тылу, так и на передовой. Любой человек может написать любому человеку в зону проведения СВО письмо. И на самом деле таких писем очень и очень много. Помимо гуманитарных писем, которые дети в конвертиках присылают от школ, от организаций общественных, есть еще и просто неравнодушные люди, которые пишут письма. И, соответственно, мы их тоже распределяем по частям. Например, пришло 10 писем таких, мы по очереди раскладываем, чтобы каждый мог прочитать, получить эту поддержку и понять, что здесь мы не зря находимся. И все это, конечно, очень большое и благое дело. Машины военных почтальонов ежедневно бывают на передовой. Здесь, как никогда, понимают, важнее связи с домом нет ничего. Бойцы готовы писать в ответ при любой возможности. А если есть несколько свободных минут между боевой работой, берутся за ручки. Отправить письмо на передовую может любой желающий в ближайшем отделении Почты России. В графе «Адрес» необходимо указать город Москва-400 и номер воинской части.